Смерть не страшна, с ней встречались... Навсегда в тёмном углу ютуба, с вами Спунчик, и я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Ну-ка, что у нас тут? Я вот 15 таких патрон купил. Дай мне 15 таких патрон. Всё. С этим мы закончили, надо теперь в торговую палату идти и сказать, что мы выполнили тот квест. Я уже много на самом деле квестов повыполнял. Даже очень много. Не-не-не, не к нему. А ведь бы он нас просил это задание выполнить. Далее. Всё, я разобрался с караваном. Отличная работа. Думаю, что теперь электростанцию краснозаменного и окрестных Сибели можно действительно считать завершённой. Рад был помочь. Чудесно-чудесно-чудесно-то обратиться к главному электрику. Если вы ещё до этого не сделали, он может дать вам награду. Ох, ну понятно. Ты у меня есть главный электрик. Так, попросить, да. Да, не ничего. А кто у вас главный электрик? Чё, не трубую. Эти слова на них хорошо не подобрать. Начальник моим... Не пробовать нормально. Слишком громко. Видишь ли шумный... Вот отрывает так. Это не он, что ли? Кто мне должен этот-то дать? Пытаюсь трубу чинить, сказала же. Только как их чинить, если... Не шуметь нельзя. Да уж. Какому ещё главному электрику? Он же здесь должен примерно находиться. Но здесь никого нету. Главный электрик. А, ладно, насрать насчёт этой... Награды? Нет, не открой, пожалуйста. Пошли сюда. Что мне вообще делать? Где мне это искать? Где мне с этим заняться, а? Где бы мне этим заняться? Так. Айсвал. Так, надо спросить у него, где ещё раз информация. Да, он берёт дёшево, но что ж ты поделаешь? Ну что же теперь поделаешь? Пидель, далее. Поспрашивать о всяком, далее. Так, пошли со мной, далее. Пидель. Так, далее. Как я и сказал, таинственный амулет, который ты нашёл, стоит поговорить с его представителями краснозёмного, либо обратиться к моему информатуру, который сидит в казино. Ага. Так. Наши тактики, дополнительное предложение, нам придётся разойтись. Интересно, сколько вообще людей можно с собой носить? Здесь же наверняка целый отряд можно собрать, да? А я тут один бегаю, всех убиваю. Ну и, блин, наверное, очень сильно упрощает игру то, что ты будешь с ней... с отрядом бегать. У вас будет несколько человек. Так, информатор сидит в баре. А кто, интересно, там этот информатор? Как я узнаю? Ты информатор. Ну что, ты мужчина хитро рассматривает... Ага. Собравшись в казино людей и ловко перемешивает код лука. Кажется, что он даже не смотрит в вашу сторону, но у вас складывается ощущение, будто что-то он вас точно заметил. Так, ответишь на пару вопросов. Нет, приятель. Видите, белого бородого мужчину в очках с плохой осанкой. Он склонился над кружкой с мутным пивом. Вам кажется, будто он ищет что-то в грязной кружке и вздыхает всякий раз, когда понимает, что этого там нет. Заметив, что вы подошли, встречок оживляется. О, кто это у нас такой? Усталый путник, желающий пообщаться. Случайный прохожий или бандит, оценивающий будущую жертву? Признавайтесь, товарищ. Я, в принципе, искал интересные бюзеты. Мужичок широко улыбается и прихлебывая свои кружки. Товарищ, вам повезло. Вы в наилучшем месте для увлекательной истории. Заодно, из этих историй может даже последовать интересное предложение. Так. Ты меня вымораживаешь, старый пёс. Ну, может, впервые зададите свои вопросы, чтобы узнать, с чем имеете честь и тому подобное. Да, парочка вопросов. Что вообще такое? Меня зовут Ивана Чем-Черты Хайлоу. В древние времена меня бы называли мастером церемоний, хранителем древнего духа. Но сейчас в основном дрозит чокнутым. Тем не менее, они ошибаются. Все они ошибаются, оскорбляя меня таким образом. Хорошо. Чем ты занимаешься? Можно назвать меня историком-любителем. Ввиду того, что будущего у нас, скорее всего, нет. Я полюбил изученное великого прошлого. О, как оно восхитительно. Да уж. Сказать об этом месте. Эта дыра имеет столь значительное прошлое, да и весь город великим был. А сейчас разруха. Грустно это все. Но может, у кого-нибудь получится исправить историческую несправедливость. Интересно, у кого? Слыхал что-нибудь интересное? Может, история о псевдодетях вас заинтересует? Далеко отсюда раньше был пионерский лагерь. Важный такой. Простому ребенку и не попасть. Собирали в нем будущих цвет нации. Идей на непоколебимых ребят, выращенных биться и умирать за истинное марксизма Ленина. Эммм... Говаривают, что не всяких этих светлых деток успели эвакуировать. Слухи ходят, что так и бродят эти ребята по сей день в своих старых пионерских одежах. Как призраки из времен, которые не вернешь. Но охотники Егоря готовы спорить с этой легендой. Они говорят, что то, что выглядит как мальчишка-пионер издалека, на самом деле чудовище, искаженное мутацией отродья. Тварь ночи. Формированный борон... А... Деформированный баран или козлик, изуродованный. Природой так, что напоминает крохотную человеческую фигуру. Но это если подстрелить такого вылетка, он будет кричать по-человечески, предупреждая своих братьев об угрозе. Вот почему люди в наших краях боятся наступления ночи. Она полна кошманов, которых никому не пожелаешь. Как страшно. Все за история. Мужчина кивает, улыбка все еще теплится на его лице. Очевидно, ничто не забоет его так сильно, как необходимость поделиться с кем-нибудь своей историей. Мой друг, я обещал рассказ, но начну с вопроса. Что бы вы сказали, если бы я сказал вам, что всего каких-то полтора... Полтора-ста лет назад город, в которой мы с вами сейчас сидим, это богом забытая дыра. Было самым веселым и интересным местом во всей Российской империи. Ну кто знает, столько лет всякое случиться может. Я бы тебе поверил. Ваш собеседник пожимает плечами. Ну, может, вы и правы, юноша. Времена меняются, традиции уходят. Ну и... Неужели нельзя возродить великую старин... Ну, хоть частично. Ведь у этого места действительно великое прошлое. Этот город, изроданный большевистским названием коснознаменной, когда-то был известен как... Шпильбург. Выстроенный в дикой степени графом Раевским. Фаворитом императрицы Екатерины Второй. Волей своего мудрого... Зодчего. Этот город расвел десятками игорных домов и аттракционов, которые... Граф не мог организовать нигде более из-за давления со стороны церкви. Шпильбург стал столицей всевозможных забав. Здесь проводились соревнования по питанию карликов, по пинг-понгу, по бильярду, по городкам, даже по шахматам. А тех, кто приезжал сюда ставить забавы, встречала грозная копия геральтического щита графа, основавшего город. Такой щит венчал входы во все игровые и... Питейные заведения, как бы говоря, врагам вести ли это место под защитой благородного дома Раевских. В истории я услышал, какое-то предложение планировал. Ну, в общем, дело такое, понимаете, граф Раевский очень любил свой город. Даже в своем завещании оформил все так, чтобы подлинник его боевого щита был повешен в самой большой харчевне города, чтобы все его видели и помнили о его наследии. Куда лучше, чем схоронить реликвию с собой в могиле, не так ли? Но, к сожалению, щит повесить здесь только до революции, после чего был конфинскован большевиками и отправлен в Краеведческий музей. Итак, много лет спустя, уже после того, как бомбы упали, тогдашний куратор музея Борис Свеклов бежал из краснознаменного с главными ценностями этого места в небольшую деревушку Отрадное. Говорят, что там где-то он не встретил свой конец. А я говорю, пора вернуть щит Раевского на его законное место, повесить его в той самой забегаловке, чтобы придать ей исторический блеск. Кто знает, может жизнь от этого хоть немного ярче станет, а? Что скажешь? Поможешь мне вернуть? Зачит, как хорошие идеи, верну реликвию. О, правда, это же великолепно. Лучшие новости за последний год уж точно. Пожалуйста, поговорите со... Ну и снова, когда сделать это доброе дело для нашего города. А как это не он был? Ты, что ли, хочешь сказать? Или ты? В мир упитанный бармен деловито... Он протирает стаканы, поддерживая беседу с посетителями. Сидящий у барной стойки периодически подливает им алкоголь. Заметив нового посетителя, бармен ставит только что протертый стакан на стойку и обращается к вам. О, новый посетитель, я раньше вас не видел. Я здесь всегда, за всегда-то их знаю. Всегда их знаешь. Может, что и интересное, что я задаю, что вам интересно. Крупный город, богатый, по меркам остального мира. Так вообще Рим столица. На улицах порядок, даже ночью безопасно ходить можно. В общем, есть все, чего желает любой доброжелательный человек. Хорошо. А что у меня тут есть? Водочки. Ничего себе, сколько тут всего. Силы, удачи. Самогонки, может быть, нажраться. Силу себе поднять. Или что мне еще силу повышает? Да и пивасик может силу повысить. То мне камень, то поднять можно было. Да? А, это да, военный коньяк. Это просто повышает удачу. Ловкость повышает, ничего себе. Выносливость повышает горилка. Военная водка повышает силу и удачу. Но интеллект понижает. Ну и что-то я не могу его найти. Походу, мне придется с этим чуваком сюда идти. Придется взять его с собой и это... И тащить его сюда. Да. Потому что сам я, походу, этого он информатора не найду. И свинку я убивать не хочу. Помогать этим сраным, блин. Они меня поможают. Гребникам. Так, я буду переполнен, да? Открыть багажник. Ничего себе, у меня тут оружийный склад. Мне, значит, что-то надо положить. Мосинку я бы положил. Чтоб не быть переполненным. Так, Фидель. Далее. Слушай, пошли со мной. Фидель теперь идет за мной. Так, а что у него вообще есть, Фидель? Ты вообще как? Фиделя ни хрена нет. Фиделя вообще ни хрена нет. Но он хорошо раскачан. Единственное, что только не очень удачен. Сила, выносливость, смотри. Интеллект, внимание. Мне бы так. Все раскачано. С чем ты можешь ходить-то вообще? Капашный будет. Тебе пистолет надо какой-нибудь дать, да? Выживание у тебя чуток прокачано. Фидель, а ты, оказывается, лох. Ты знал об этом? А, Фидель? Какой багажник. 65. А как у нас там, Фидель? Ты даже ТТ-шку взять с собой не можешь, Фидель? Да, у меня всего лишь 52. Фля. Так, с чем ты тогда будешь ходить у нас, Делька? Макаров я тебе не отдам. А, ну ты с ним и ходить ты не сможешь. Вон, я возьму вот это. Наверное, у него патрон-то есть с собой? 17 патрон. Еще 30-ку мне дайте, пожалуйста. Готово. Пусть у него будет. Фидель. Тут у меня кое-что есть. Я просто не знаю, в каком мы передрягу можем встать. Ну-ка. Багажник. В какой мы можем оказаться передряги? Так что. Готово. Готово. Мне еще надо открыть багажник. И ножик. Хотя бы одного из своих надо нормально одеть. Выживание плюс 5. Нахрен тебе это выживание, Фиделька. И на тебе эту штуку. На тебе вот эту штуку. На тебе вот эту штуку. И на тебе вот эту штуку. А да, я еще патрон забыл тебе дать. Готово. Готово. А хотя бы ты немножко... Если вдруг что случится, то хотя бы будешь защищен вместе со мной. А тут у нас какая-то жопа происходит. Покажь мне свои информаторы. Ты даже оружия у тебя нету. Даже, мать его, оружия нету, Фидель. Что за жесть? Да, хотя бы на бойца Атаму похож. Чуть-чуть. Не, вообще похож на бандита из пустошей. Но все равно. Какой-то фигней я уже опять тут занимаюсь. При течении всего этого времени. Что-то Фиделька совсем за мной ходить не хочет. Фидель, иди сюда! О, вроде идет. Так, далее. Самочувствие нормально. Нашего задания. Хорошо. Который сидит в казино на баре. Ты что ли? Далее. Егор, ты что ли? Ты что ли? Я что, информатора просрал? Или ты, информатор? Добро пожаловать, краснознаменный. Да, спасибо. Как тебе кажется, этот город хороший? Женщина хмыкает и оглядывается по сторонам. Тестный вопрос. Я много где уже успел побывать. Краснознаменный, не худший из городов, где мне приходилось жить. Ну и не лучший. Милиция коррумпирована. Но умеренно жители дружелюбные. Но на шее тоже не бросаются. Здешние власти вместе похуже. Тут уж поверь на слово. Так. Тут и самородом. Вся моя семья проходит из окрестностей дальнейшей. Невратская, это на берегу Черного моря. Места у нас, конечно, красивые, но и своих опасностей не хватает. Скажи, где ты успела побывать? Ух, много где. В Трудограде, в ущелье Бедва, в Владив... В Кавказе. В Махачкале. Все не перечислишь. Меня занадно поносило по миру, пока я наконец не осела в Краснознаменном. Недолго ты планируешь тут оставаться? Надолго ли? Это нам еще предстоит узнать. Пока что планов уезжать нет. Да и не могу я. Но мне, если погода будет позволять, следующей весной отправлюсь на корабле Дальневратск. Повидать отца и сестер. Хотя они и так планировали скоро пройти через Краснознамены. Спасибо за рассказ. Слушай, а кто у нас информатор Егорка, что ли? Бля, я его всрал. Как не тогда быть? Ёб твою мать. Так, ты, Фиделька. Далее. Подогаем отакте, Фидель, мне дополнительное предложение. Да, да, начало мне его до бара довезти надо. Блин, а как мне теперь делать? Мне по-любому свинью надо грохнуть. Да я там тоже все засрал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так, а здесь-то все, больше не нужен. Далее. Дай погоню на наш тактики. Все, он ушел. Блин, надо проситься к ним с мольбами обратно. Показать, что я исправлюсь. Дайте мне второй шанс. Я же такой хороший солдат, блядь. Потому что ты пиздец. Че мне теперь делать? Если только другого информатора искать. Потому что, если честно, я потерян. Я не знаю, как мне быть и что делать. Может, ты мне что расскажешь? Занят. Блин. Деваха. Далее. Из ним она не хочет говорить до свидания. Как ты меня бесишь. Вот это я встрял. Это че, мне только остается их переубивать нахрен? Может, здесь с кем-нибудь поговорить? На койке перед вами удобно устроился крепкий мужчина. Он положил одну ногу на колено и, расслабленной ногой, смотрит, смотрит папироску, периодически стряхивая пепел в импровизированную пепельницу из консервной банки, которая лежит у нее на животе. Сладят молодежи. Чем болеем? Синдом красного? Внезапно мужчина замолкает и смотрит на вас уже гораздо внимательнее. Когда он, наконец, заговаривает, ее голос звучит неуверенно. А ты... А ты, случайно... Ты, случайно, не из Атома? Встречный вопрос, а ты? Мужчина еще раз присматривается к вам и качает головой. Да ты из Атома, да ты тоже? Теперь я в этом уверен. Помню, я тебя видел на базе во время сборов. Он улыбается и ушей живется поудобнее. Гожин Михаил Федорович, агент на местах. Занимаюсь торговлей в пустошке. А с кем имею честь? Имя, честно говоря, я вот вове не помню. Ладно, меня зовут Андрюха. Приятно познакомиться. Молочки в ночь. Да уж, рад я нашему знакомству. Спрашивается, почему. Отнюдь не только потому, что еще одного Атома встретил. На самом деле, у меня как раз есть задание для свободного агента. На полезное и организация этому самому агенту. Так не пойдет. А кто генерал и бригаду искать будет? Да что с ним станет? Ты же не позволять их должен. А так, разобраться, расследование может и подождать немного. Тем более, что мое предложение менее важно. Ладно, рассказывай. Хорошо, так в чем хлеб и соль? Есть... Точнее, был такой дачный поселок Красный Боец, называется. Место было приличное. Даже дача одного важного гибиста там была. Говорят, что с личным бункером на случай войны. Поселок уже давно стоит заброшенный. Живут там только всякие неприятные мутанты. И ни у кого из нынешних власть имущих не доходят до него руки. Точнее, дотягиваются они до него. Так как он на территории, которую контролируют разные банды. Но хрена с ним, с бандами. Место-то отличное. Дачи почти не пострадали. Мутантов выкурите. Считай, замечательная база для атома. И торговая фактория готова. Нужно же это место как-то утилизировать. Так а мне там домик будет? Конечно! Это же база атома будет. Хорош... Самый хороший тебе подберем. Чего же ты не можешь еще кого-то на это дело сподобить? Ну это моя личная инициатива просто. А то мне на это людей не выдаст. Я нанимать каких-то головорезов себе дороже. А будущие поселенцы, скажем так, они и сами нам еще не уверены в мудрости моего решения. Ну вот если ты очистишь поселок, то это должно всем утереть нос. Тебе повезло, Гожа, там поселок и был, и мутантов уже перебил. Мужчина неожиданно подскакивает на свои лежанки. Да ладно, все готово? Ох, как хорошо. Вот ведь славно. Тебе медаль бы дать. Но нет. Не воспетый герой нашего времени. Минси. Так, а что дальше-то? Гожа откладывает в сторону земли. Заменяющий ему пепельницу в консервную банку и хорошенько потянувшись встает. Да чую, что дела у нас теперь новейшим образом пойдут. И в тему ходьбы пора мне выписываться из больничной, отправляться собирать добровольцев. Подруливай ты тоже, как время будет. Мы тебе жилье определим, человек к тебе приставим. Все будет как по красоте. Поселок же почти не тронут. Восстановим его в два счета. Сидящая за столом женщина с головой ушла в изучение каких-то несомненно важных бумаг. Чувствовав ваше приближение, она медленно будто нехотя отрывается от них, взгляд смотрит на вас. Вы быстро отмечаете небольшую табличку на ее столе, и на ней написано доктор Зинаида Петровна. Может ей таблетки можно продать по хорошей цене? Да, но она их не купит. Уж извините, Юнш, я тут немного занята своей научной деятельностью. Вы что-то хотели? Что у вас за научная деятельность? Зинаида Петровна внимательно усматривается ваше одушевленное лицо и наконец ухакивает. Что же вы, похоже, не глупый человек. Дело в том, что я работаю над новым видом противоядия, но мне безумно не хватает одного достаточно редкого ингредиента для проведения финальных экспериментов. А без них выпускать противоядия на рынок я не имею права. Это по этическим соображениям. Молчи слушать дальше. Вы можете достать мне эти ингредиенты, но для начала вам не нужно узнать. Вы знакомы с искусством разделывания насекомых эпокообразных мутантов. Боюсь, что нет. Печально слышать, тогда боюсь, вы не сможете мне помочь. Ну, походу, на то. Ну, ладно. Ох ты ж, блядь. Информатора просрал, это просрал. Чем мне делать, я не знаю. И убивать их всех только. Пышная краснощёкая женщина лет 35-ти упирает руки в бока и смотрит на вас полушутливым укором, чуть склонив голову на бок. Мужчина? Чего это по чужим жилплощадним лазитим приключения ищем на одно место? Смирить женщину, оценивающим взгляд. Вот так, грубиян, как не стыдно. Вы что-то хотели? Ну, приключения на двоих очень жарко и без свидетелей. Женец так от глаза и жеманно смеётся, прикрывая рот ладонью. Мужчина, а ваша жена знает, что вы здесь к несчастным домохозяйкам пристаете, если не скажете? Так узнает ведь, когда мой муж ей расскажет, за что вас пристрелил. Хорошо, муж. Дома такая женщина, а он не весь где пропадает. Хорош или не всегда хорош, это не суть. Главное, что он есть. И это не какой-нибудь там пинчуга, а руки... Макаронины. Женщина лукалпы днимигивает вам. Не страшно, мужчина? А у меня хобби такое, обивать чужих жен. Вы произносите эту фразу за пинками. То и дело, помогая себе выразить общую суть непристойности жестами подмигами, женщина отступает в вас и... Несколько крагов и морщит нос. Так. Пошетелей хватит, мужчина пасите, но не заинтересован. Понятно. Кивнуть и развернулся. Может где-то здесь есть тайный проход? Ух ты, бабка какая. Ну-ка. Убщая старушка медленно спотыкаясь ковыляет по грязным улочам краснознаменного. Не заметив и чуть врезавшись в вас, она вздрагивает и поднимает на вас свои слезящиеся глаза. Не заметил я тебя, внучок? Ты уж извини. Ничего страшного. Куда же вы так спешите, матушка? Есть какие дела? Да уж тут постоянно какие-то заботы. Забот полон рот. Как люди говорят. Так вот, скидочку делают торговцы, а тут соль привезли изущий. Ребят, значит капусту можно засолить. Огурчики. Нет такое на старости лет? Молочь пожить плечами. Да это тебе все неинтересно, верный. Ох, внучок. А что же за городскими сенами происходит? Все там в порядке, расскажи. Успокой старуху. Ну, я скажу, что все в порядке, но это как еще посмотреть. Ясно, да? Густ, грустно это, внучок. Надеюсь только, что войны и новой не будет. Лишь бы не было войны. Я только за. Сменим тему. Ты же какие-нибудь сплетни. Говорят, что в фигелевке живет человек, который утверждает, будто бы он шаман. Ты представляешь, внучок? Шаман! Тьфу! Гигость какая-то. Вот раньше при советской власти люди в такое не верили, а теперь... Ах, да что там говорить? Есть у нас у посмотреть? Ой, да я не знаю. Могу только одно посоветовать. Не ходи ты на этот их корабль, который в порту стоит. Там же ужасе, что происходит. Разврачься, всякое пьянство. Бррр, даже думать об этом не хочу, понятно. Что новое происходит? Так понятно, она не знает. Я-то думаю, может, что узнаю? Ни хрена я не узнал. Ни хрена здесь нет. А как мне быть? Неужели я все просрал? А если я свинью эту завалю? Что-нибудь изменится? Я просто совершенно не знаю, что мне делать. Информаторы я просрал. Грибник я все задания просрал. Не столько все откатывать да заново с ними сражаться. Ну и нет ни хрена. Может, к ним сходи. Может, они что знают. Фух, говори бандитам. Ясно, начинал. Я забрался с угрозой севера. Серьезно? Я бы, конечно, не поверил, но слухи уже дошли довольно быстро. Как тебе это удалось? Пришлось их перебить. Обычные будни. Вот это правильное решение. Впрочем, они еще вернутся, помяни мое слово. Хрен с ним. Раз вернулся, мы тоже уже будем готовы. А за благое дело вот тебе пятисотку. Купи себе что-нибудь. Может, есть какая работа? Хочешь работу? Я могу тебе ее дать, но ты должен не бояться замарать немножко руки. не, 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 это не по моей части. Я свинью-то не грохнул. Вот мне человек предлагает убить. Пошли в палату. Я не знаю. Все у меня еще остается. У меня, правда, глушителя нету никакого. Можно было бы дверь закрыть и грохнуть его, да? Мне интересно, если я ее убью, если я хотя бы просто ее убью, я смогу все это вернуть? Нет? Как-нибудь уж переживем, если что. Так. Сохраниться. Где я хочу сохраниться? Вот здесь. КОНЕЦ Никто больше на меня не нападает? Так, не, это враги теперь мне, да? Это тоже враг. Мне, кстати, эта винтовка намного хуже, чем моя старая, потому что здесь не так кайты упадают. Ну-ка, если я просто свалю, мне просто интересно, что будет. не все, это кранты. Нахер, просто сразу же. Так, слушай, ага. Так. А мне есть чем свинку зарезать? шурнал задания обновился. Может хотя бы так? Ну-ка. Синья убита, можно вернуться в грибницу и доложить об этом. Похоже на то. Далее. Эх, ладно, пока. В смысле, а кому я буду докладывать? Блядь, ну это пиздец. Неужели мне придется все переигрывать? Не зря. Синья, я буду. Мои деньги у него лишат. Так. Ну там граната вообще. Нихуя себе. Бля, ему вообще ничего не снес. Меня ж распидорасило. Бля. Это пиздец. Блинтовка говно. Ну-ка, а если я прицельным выстрелом хотя бы чпок на кого-нибудь? Только 32 снял, да? А на меня все тоже согрались? Да, они тоже все на меня согрались. Бля, ну это пиздец. Все нахрен приехали. Загрузиться. Я не могу больше ничего сделать. А накуда сильно меня откинет-то, а? Я столько всего сделал за это время. Ладно, вот это у меня сохранение где было? Что у меня? Ну да, я переполнен, и я вот должен сейчас идти туда, к ним, и это... Порох относить-то, я думаю, нахрен надо, да, сейчас? Опа, ту е-мать. Так, ну что ж, свинку мы зарезали. Игра сохранена. А то я уже не знал чуть-чуть. Я в панике был. После всего этого, то, что здесь произошло. Такой паники, просто ужас. Все. Далее, да, по поводу этого. У меня убита, записка оставлена. Женщина блескивает руками и довольно улыбается. Настоящий молодец. Жалко, конечно, что пришлось прибегнуть к таким мрачным методам, но... Вадим Никодимыч... Просто не оставил нам другого выбора. Теперь, когда дело сделано, а поставлено оставлено, я думаю, что он переосмыслит свои реттоградские взгляды. Насчет оплаты моего труда. Ах, а поэтому, да, конечно, засушиваешь награду. Думаю, что 500 рублей и 5 аптечек должно хватить. Обижаешь, я мог бы побольше получить за такое дело. Ладно, убил ты меня, добавлю я тебе еще 200 рублей и 2 аптечки. Вот это совсем другое дело. Так, женщина, так. Женщина перед вам аптечную награду. Ну, вы завершаете получ... Взвешиваете полученное добро в руках и киваете. Так, ну так, что теперь дальше? Значит так, мы долго думали об этом, но наконец решили, что ты уже вполне доказал свою полезность нашему делу. Не стал бы такой засланный шпион вот так трудиться на благо организации, рисковать своим благосостоянием и здоровьем. Поэтому теперь тебе можно доверить уже более серьезные задания. Женщина на мгновение задумывается и снова обращается к вам с максимально серьезным видом. Наш органец занимается сбором всевозможных артефактов пустошек, прям как печально известный атом. Но в отличие от них мы не скрываемся, да и цель нашего гораздо более прозрачная. Сплетение человечества. Недавно через... Секретный канал мы получили одну невероятно важную вещь из одного довоенного бункера 37-наза. Семная, ты о нем слышал? А вот насчет атома, позвольте, не согласиться. Молча слышать, дал Шипи не перебивать. Сразу после получения этого важного для организации артефакта мы отправили две собственные экспедиции в другие секретные бункеры. Это должны были быть относительно простые миссии, однако прошло незначное время, а наши люди так и не вышли на связь. Меня преследует странное дежавю, продолжай. Теперь нам нужно, чтобы кто-то отправился по их следу и выяснил, куда запопастились наши люди. Да, это подтвердит секретность их задач риску, но это отправданный риск. Исход этой операции помечен золотым грибом. У нас этот символ обозначает только одно, неудача грозит всему человечеству. Что-то нехило, а что они должны из этого бункера достать? Этого я не знаю, да и тебе не стоит, интересно. Просто высуни судьбу. Дислокация бункера, да, значит, вот она, первое находится в ущелье Бет. Да ладно. Через это ущелье ходят торговые караваны. У нас они обычно останавливаются в деревне Фигелевки, к западу от Красновнаменного. Тебе стоит помать там попутку, так как пешком путь через горы не только растет, но и грозит очень быстро закончится. Место там опасные. Второй бункер находится в мертвом городе. Это бывший промышленный гигант на юго-востоке от нас. Он подвергся ядерной бомбардировке, но люди в нем, настолько мне известно, все еще живут. Впрочем, в ужасных условиях. В порту Красновнаменного можно найти капитана, который уводит туда корабль. Ух ты. К сожалению, это все, что мне позволено сказать. Где точно стоят оба бункера, тебе нужно будет выяснить уже на местах. Скажем так, искать неизвестно куда пропавшую экспедицию, это мой особый талант. Молодец, жду тебя со щитом. Или на щите... Понятно. Оказывается, все-таки в ущелье я не нашел какой-то бункер. Какой-то предбункер, нахуй. Где мы там этот сраный бункер вообще может находиться? Еще плюс мертвый город. Ладно, встретимся тогда уже в следующей серии у этого бункера. А сейчас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.